Дорогие зрители телеканала ТВ Арм.ру, минул ровно один год с тех пор, как мы побывали в гостях у одного из самых известных армян. Это народный артист Советского Союза Сос Аркисян. Год тому назад он нас принимал в своем загородном доме в курортном местечке Бжни. Мы с ним договорились, что через год приедем специально в Ереван, запишем с ним интервью. Находясь в гостях у гостеприимного хозяина, мы договорились, что немного погодя мы специально приедем в Ереван, приедем в Армению, для того, чтобы записать с ним интервью. Зная его очень большую загруженность, тем не менее, мастер уделил нам время и возможность с ним пообщаться. Во время беседы мы говорили о разных вещах, о молодежи, о культуре и, естественно, не могли затронуть одну из самых главных тем, тем более в преддверии трагической годовщины, это столетие геноцида армян в Османской империи. Он живо вник в наши процессы, рабочие, будем говорить так, процессы, инициатором которой была наша организация, новая организация, Союз Армян в Сочи, которая и активизировала работу по сбору подписей. Он свою оценку всем событиям, которые были связаны с нашей работой, в своем интервью даст. Мне хотелось бы, во-первых, поблагодарить всех тех, кто очень активно откликнулся и помогал не только словом, но и делом. Еще раз вам низкий поклон и большие-большие слова благодарности. Отдельное спасибо нашим русским братьям, русскому народу и не только, людям всех национальностей, которые приняли наиактивнейшее участие в сборе подписей. Ну а сейчас мы предоставим вам возможность посмотреть интервью народного артиста Советского Союза, Соса Саркисяна, который дал нашей телекомпании. Уважаемые граждане Российской Федерации, уважаемые русские, Сочи основали организацию «Союз Армян Сочи». Я приветствую их. Обращаюсь к вам со следующими словами. В 1828 году русская армия вступила на землю армянскую. Великий просветитель Хачатур Абовян Армянский приветствовал их следующими словами. «Да будет благословен тот час, тот день, когда нога русского солдата вступила на святую землю армянскую». По-моему, ни один другой народ таких слов не произносил в адрес русских. Мы более трёх веков вместе с Россией. Армяне всегда верно служили русской государственности, русскому обществу, русским вооружённым силам. В науке, в искусстве, в военном деле, в политике, в экономике мы честно выполняли свой долг перед этой страной, перед Святой Русью. И мне кажется, что будет верно, очень верно и правильно, если русское правительство примет закон о криминализации геноцида армян. То, что собираются делать Франция. Это этим мы укрепим наши взаимоотношения, этим мы ещё раз подчеркнём родство наших народов, этим мы обратаемся по-настоящему. Это не только просьба, это ваш долг честно отнестись к этому страшному, к этому невероятному зверству, которое совершили турки в 1915 году. Просьба.